О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. Наши редакторы и журналисты собрали для вас все самое важное и интересное за день. И вот о чем пойдет речь в выпуске. Мы говорим с Польшей в один голос. Санкции против России, энергетическая безопасность и торговые связи. О чем договорились президенты Польши и Украины в Варшаве. Память погибших военных при взрыве гранаты во время митинга у Верховной Рады 4 года назад почти ли в Киеве. А в языческие времена здесь проводили жертвоприношения. Одно из крупнейших поселений на европейском континенте. Археологическая находка страны славян на территории современной Львовщины. В нашем цикле сюжетов уникальная Украина. Санкции против России можно лишь ужесточить. Об их отмене не может быть и речи. Об этом в ходе совместного брифинга в Варшаве заявили президенты Украины и Польши. Лидеры провели двухсторонние переговоры. Что еще обсуждали и о чем договорились, расскажет Александр Кулибаба. После крепкого рукопожатия и знакомства с делегатами в стенах президентского дворца в Варшаве звучит гимн Украины. Для Владимира Зеленского это первый официальный визит в Варшаву. Накануне мемориальных мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. В течение нескольких часов лидеры обсуждали вопросы международной политики, экономические перспективы развития стран и, как говорится, сверили часы в отношении России. Наша общая принципиальная позиция – без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины, санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот. Варшава, в отличие от Парижа, остается непоколебима в отношении Москвы. Здесь президенты Украины четко заявили, будут поддерживать давление на Кремль, пока не прекратится российская агрессия в Украине. Давайте называть вещи своими именами. Сегодня территория Украины оккупирована. Крым, Донецкая и Луганской области. Наша позиция насчет этих действий России такова. Мы этого не принимаем. И санкции нужно продолжать. Для Киева Варшава остается одним из основных бизнес-партнеров. По словам Владимира Зеленского, уже сегодня Польша – один из главных покупателей украинской продукции в ЕС и совместная торговля остается приоритетом для Украины. Учитывая увеличение экспорта украинских товаров на Запад, Киев просит Варшаву разрешить провозить через территорию страны больше продукции и для этого увеличить соответствующие квоты. Для нас очень важно увеличение разрешений на перевозку товаров через территорию Польши. Украинские производители, которые переориентировались на европейские рынки, очень нуждаются в увеличении этой квоты. И это один из тех вопросов, которые президент поднимал очень остро во время переговоров с президентом Дудой. Мы сейчас будем встречаться с премьер-министром и будем детально обсуждать этот вопрос. Украина и Польша также единым фронтом выступают против строительства «Северного потока-2». Российский проект называют опасным для всего Запада и призывают остановить его реализацию в пользу диверсификации поставок газа из США. Мы так уж пределили увагу к вопросу энергетические. Мы говорим с Польшей в один голос. «Северный поток-2» является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша-США-Украина». Президенты также договорились о предоставлении польским ученым доступа к эксгумации тел военных, которые в годы Второй мировой войны отдали жизнь за защиту Родины. Со своей стороны, Варшава обязалась восстановить мемориалы памяти украинских военных, погибших в Польше. Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов – Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее. Завтра президенты посетят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Встретятся с главами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьер-министром Бельгии. В ходе визита в Варшаву также должны были пройти переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако тот отменил поездку из-за урагана Дориан. Александр Кулебаба, Юрий Бонахевич, Игорь Антонюк. Варшава. Юэй Тиви. Американский газ взамен российскому. Как стало известно, по итогам переговора в Варшаве подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Теперь Украина сможет через Польшу получать газ из США. А это еще один шаг на пути к энергетической независимости Украины, утверждает секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Александр Данилюк. Сами попросили режим тишины и сами же его нарушили. Боевики на Донбассе днем обратились к украинской стороне с просьбой дать возможность забрать тела погибших членов диверсионной группы, которых недавно ликвидировали нацгвардейцы полка АЗОВ в районе Светлодарской дуги. Однако, как только объединенные силы подтвердили договоренность, враг воспользовался ситуацией и открыл огонь по украинским позициям. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в результате ранен один украинский защитник. Всего с начала дня семь раз боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня в районе Водянова. Били по украинским военным из запрещенного вооружения, обстреливали позиции объединенных сил также у Зайцева, Травневого и Луганского. Минутой молчания почтили в Киеве память погибших военнослужащих. 31 августа 2015 года четверо нацгвардейцев 1-й президентской бригады оперативного назначения имени Гетьмана Петра Дорошенко погибли при взрыве боевой гранаты во время несения службы возле Верховной Рады. Родственники и нацгвардейцы возложили цветы к мемориальному знаку. Устин парламента Юлия Башко пообщалась с очевидцами событий и родителями погибших. К месту их гибели несут красные гвоздики и розы. Самому младшему из четырех погибших нацгвардейцев было 20. Они охраняли общественный порядок на митинге возле парламента. После голосования Верховной Раде о внесении изменений в Конституцию здесь, у стен парламента, стали происходить столкновения. Протестующие попытались прорвать оцепление. В сторону правоохранителей полетели вначале дымовые шашки, а потом в какой-то момент раздался взрыв боевой гранаты. Гранату бросил один из участников митинга против введения особого статуса для Донецкой и Луганской области. Командир бригады Владимир Мусиенко стоял всего в трех метрах от взрыва. Раненый сам, он пытался помочь остальным. Вообще никто не ожидал, что произойдет взрыв. Личный состав был экипирован спецзащитой. Но никто не представлял, что кто-то бросит боевую гранату. Трое нацгвардейцев погибли сразу на месте. Еще один умер в больнице, так и не приходя в сознание. Сказали, что состояние очень тяжелое и давали всего 3%, что выживет. Сказал врач, что если проживет 7 дней – хорошо. 14 дней – еще лучше. Он прожил 25 дней, но все это время он лежал в коме. Анатолий Дебрин вспоминает, долго не мог рассказать жене о смерти сына. Еще на пятом курсе работал уже на машиностроительном заводе в Бориславе. Была перспектива. Но захотелось ему в армию, хоть ты стреляй. Он же пошел в армию в 24 года. И вот узнал о его гибели, сразу мне кум позвонил, он по новостям увидел. Потом командир бригады сообщил. Я людей, соседей собрал и говорю, давайте как-то скажем матери, потому что я не знаю, какие сказать. Участника акции, который бросил гранату, и его сообщника задержали сразу же. Несмотря на ряд доказательств, их вины, дело в суде до сих пор на стадии рассмотрения. За 4 года прошло 60 заседаний. Изучить надо ситуацию, пообщаться с близкими, приходить на суд и смотреть, все ли это в рамках законодательства. Такой общественный контроль будет не лишним. Близкие коллеги нацгвардейцев возложили также цветы на Соломинской площади. У мемориала мужества, верности и героизма работников Министерства внутренних дел. Юлия Башко, Руслан Белозеров, ЙОИ-ТВ. Пещерные храмы, кельи монахов и древние святилища. Это и еще много других находок львовские археологи обнаружили в Стильском городище. Историки предполагают, на этом месте с 8 по 10 век существовала страна славян, известная как Большая или Белая Хорватия, одно из крупнейших поселений на европейском континенте. О городе, тайна которого до сих пор не раскрыта. В материале Юлия Биль. Археолог Орест Корчинский показывает остатки столицы Белых Хорватов – Стольское городище. Ученый говорит, это одно из самых древних мест, сохранившихся в Украине. Возраст поселения датируется 8-10 веками. Площадь его укреплений достигала 250 гектаров. В первой половине 10 века, как раз в период расцвета этого города, здесь проживало около 40 тысяч людей. Если сравнивать с Киевом во времена правления Владимира Великого, то он имел укрепленную площадь – 9,7 гектара. Городище расположено в лесу между городом Николаев и селами Стольска и Дуброва. Здесь сохранился древний храмовый комплекс. Он состоит из семи групп пещер. Исследователи предполагают, каждый из залов был отдельным алтарем, посвященный отдельному богу. Ниши в стенах – это вивтарная ниша, где находился. Ниши в стенах – здесь был когда-то алтарь и ниши Косницы, где покоились мощи святых. А в языческие времена здесь проводили жертвоприношения. Еще одним уникальным святилищем в городище археологи считают Дерявец или Храм Солнца. Это язычницкий храм на скале, который существовал более тысячи лет назад. Здесь постоянно горел жертвенный огонь, на что указывают остатки пепла и обгоревшей древесины. Мы проводили археологические исследования и на глубине 1,7 метра. Под этим камнем мы обнаружили остатки жертвоприношений. Это были кости животных, птиц. Также нашли обломки глиняной посуды. В археологических исследованиях помогают и местные жители. Василий участвовал в нескольких раскопках. Если мы что-то находим, то отдаем это в школьный музей. Мы находили оружие, лопаты и другие орудия труда. Такие вещи, что нам даже сегодня трудно разгадать, что это за деталь была и от чего она. На экскурсии сюда приезжают сотни людей со всего мира. Я приехал из Чехии. Я приехал из Чехии. Мне здесь очень нравится. Удивляют эти пещеры. Я еще такого не видел. По сохранившимся историческим записям в X веке мадьяры удерживали город в осаде, а потом сожгли его дотла. Выжившие переселились в долину реки Колодницы, где основали новое поселение. Его назвали Стольска в память об уничтоженной столице Белой Хорватии. Сегодня в селе проживает около тысячи человек. Украинские археологи не прекращают исследовать местность. Предполагает, под Стольским городищем может быть еще и подземный город. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львовская область, ЮАИ-ТВ. Показательное выступление парашютистов, парад авиатехники и высший пилотаж. В Харькове в День авиации провели фестиваль. Грандиозное шоу уже шесть лет собирает десятки тысяч зрителей. В этом году впервые в Украине на авиашоу показали самолет-амфибию из США. Было чем похвастаться и украинским конструкторам, чем именно корреспондентка ЮАИ-ТВ Наталья Белокудря расскажет. Информация о конкретном левательном аппарате, сфотографироваться, пообщаться с членами экипажа и даже записаться. Киевлянин Юрий Яковлев демонстрирует первый в Украине электросамолет-аэропракт. Сконструировал его сам еще в 1985 году в Самаре. Вдохновил его американец Берт Рутан, известный своими оригинальными подходами к авиамоделированию. Но на 30 лет пришлось забыть о своей железной птичке. Его пытались даже украсть на цветмет, но оказалось, что он композитный, поэтому крыло, которое было украдено, было кинуто в лесу. Только в 2015-м электросамолет вернулся домой. Сначала просто им любовались, а несколько лет назад решили дать вторую жизнь и все-таки запустить в небо. И здесь мы его восстановили. Сначала до музейного состояния. В 2017-м году он стал в нашем вароклубе на почетное место и некоторое время постоял. А потом я подумал, что я хочу на нем опять летать. Конструктор уверяет, пока из Киева в Харьков электросамолет приехал на буксире. Но он и его команда работают над усовершенствованием. И главная задача придумать, чтобы сил электротяги хватало на длительные перелеты. Ну вот смотрите, да, вот это электродвигатель. В нем как бы даже это не один электродвигатель, их два. В одном корпусе два электродвигателя. Тем самым дублирование происходит. Это батареи, но это только маленькие батареи. Дмитрий Файнер – любитель ретро-техники. Гости авиашоу смогли увидеть морскую пчелу или самолет-амфибию РС-3Сиаби. Это ветеран американского авиастроения, ему 72 года. Их в мире осталось всего 250 экземпляров. Это боевые раны. Где-то кто-то примял. Он же причаливает, где-то бахнули его. Тут видите, у него такой стильный крюк для причаливания. Подплывает к пирсу, конечно, где-то на волне. Но старичок может дать фору современным новинкам, уверяет пилот. То, как его собирали и как он попал в Харьков – вообще отдельная история. Я обратился к специалистам, которые умеют это делать. Они его с Аляски перегнали во Флориду. И во Флориде они его отстыковали крылья, погрузили в контейнер. Он приплыл в Одессу. И оттуда уже он переехал в Житомир. В Житомир это все собрали. И от Житомира я уже прилетел сюда своим ходом. Фестиваль «Харьков Авиафест» в этом году стал международным. Летчики из Польши, Латвии и Франции прибыли на своих небесных суднах по приглашению Украины. Всего больше трех десятков бортов будут выписывать пируэты в небе. Открывают программу самолеты Л-29 в сине-желтых тонах. В честь Дня авиации пилоты показали в небе три зуб. Шестичасовая летная программа «Нон-стоп» – изюминка именно харьковского авиашоу. Мы постарались сделать все так, чтобы люди могли подойти к этим самолетам, посмотреть, сфотографироваться. Ну, возможно, молодежь, кто-то, и не только молодежь, люди средних, старших лет, могли бы заразиться этим духом авиации. В первый день авиашоу онлайн продано почти пять тысяч входных билетов. Организаторы уверены, количество желающих до завтра удвоится. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, Харьковская область, ЮЭй-ТВ. Какая она жизнь в оккупации? В Киеве показали ленту белорусского режиссера «Моя бабушка с Марса». Лирическая трагикомедия совместного производства Украины, Белоруссии и Эстонии. Выходит в украинский прокат в начале осени. На допремьерном показе была корреспондентка ЮЭй-ТВ Ольга Волыныть. Бабушке Зине 80. Она живет в Крыму последние 16 лет. После аннексии Крыма в 2014-м стоит перед сложным выбором – уехать или остаться. Фильм «Моя бабушка с Марса». Белорусский режиссер Александр Михалкович начал снимать в 2013-м, как короткометражку. Но после революции достоинства и аннексии Крыма решил снять полнометражный фильм. Я тут же увидел, что та ситуация, которая происходит в Крыму, тот накал страстей, те отношения между людьми, их на самом деле надо фиксировать. Я их фиксировал все в 2014-м, 2015-м, 2016-м годах. Героиня Баба Зимна была изначально, естественно. Потому что даже несмотря на то, что это моя бабушка, я со стороны смотрю, она очень чудесный персонаж. Это настоящая украинка, которая до конца отставила свою позицию, до конца боролась. Название не случайно. После прихода России в Крым, добраться до полуострова для семьи бабушки Зины оказалось очень сложно. Практически как на Марс. Только применяя боем-дум, человек может навсегда остаться зрячим. Вам же важны ваши глазки? Посмотреть крымскую историю пришло немало людей. Тема фильма очень близка и болезненна для украинского общества. Фильм очень понравился. Это, наверное, впервые за 5 лет оккупации. Такой самый позитивный и самый приятный фильм. Потому что он такой личностный, он о таких прекрасных людях. Это фильм, который показывает, что те люди, которые остались в Крыму, имеют очень важную роль. Показывает, что все возможно. Людина связана с местом. Человек связан с местом. И ты не можешь его просто так с корнем выдернуть. И ты не можешь его обвинять только за то, что он в этом месте остается. Несмотря на всю сложность и бесчестность отношений России с соседними странами, которую я осуждаю, я считаю, что нужно сохранять какой-то гуманизм и разделять политиков и людей. И особенно пожилых людей. Лирическая трагикомедия «Моя бабушка из Марса» – это купродукция Украины, Беларуси и Эстонии. Общий бюджет фильма – 80 тысяч евро. Часть денег выделила Госкино Украины. Когда вы увидите в фильме девушек, которые делают сладкую вату в костюме кокошников, когда вы увидите избыток российской символики, то становится более четко понятно, что это все советское, что вызывает ностальгию старшего поколения. Она на самом деле является сейчас очень активной частью российской пропаганды. В украинский прокат «Моя бабушка с Марса» выйдет 5 сентября. После Киева ленту увидят в Мариуполе, Одессе, Чернигове и Херсоне, а также в других городах Украины. Ольга Волонец, Дмитрий Борщ, UATV. Новости об Украине на пяти языках мира на сайте телеканала UATV.ua Спасибо, что вам интересна Украина. Непременно увидимся на UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok